приветствую вас дорогие друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк и сегодня у меня на обзоре новинка от микки это объектив 50 миллиметров f1 и 8 соответственно автофокусный беззеркалочный который на данный момент существует для bayonetta nikon z и для sony e-mount и первое что хотелось бы отметить это то что объектив топ за свои деньги и я знаю у меня почти все объективы попадают так сказать в этот топ но действительно за 160 долларов которым стоит я ожидал что это будет что-то уровня 85 18 который тоже крайне бюджетные и ну скажем был на пределе прям на границе того что чтобы называться рабочим на открыто этот же объектив меня удивил полностью то есть я бы никогда не подумал что он столько стоит если бы мне не сказали его цену то есть он отличный прекрасно сбалансирован во всем более того я бы даже сказал что он по резкости по в целом ощущениям даже получше будет вилтроксовского полтинника который стоит практически в два раза дороже чем это стекло то есть вилтроксовский полтинник по резкости был относительно слабенький обзор на него уже записан но одновременно у меня их не было единовременно чтобы сравнить лоб в лоб но по ощущениям я говорю что вилтрокс на 1 и 8 прям впритык рабочий здесь же у нас резкость не звенящая например не как у вилтрокс 85 но резкость отличная то есть ее более чем хватает я протестировал его на z5 z50 и собственно z6 если посмотреть на его качество сборки то он в целом по ощущениям напоминает что-то вроде бы родного решения 40 f2 или же 28 2 и 8 то есть он вроде бы собран хорошо неплохо никаких люфтов скрипов ничего не наблюдается но вот такой прям дорогой вещи ощущения нет но с другой стороны это объектив опять-таки за 160 долларов с хорошими оптическими характеристиками то есть здесь даже нет хроматики специально под лупой они ее не искал и возможно она есть но в целом например на опять же отсылаясь к обзору на 85 18 от мейки там хроматику искать не надо было она была видна практически везде здесь же я вот снимал свои привычные фото задачи свои заказы и не находил ее то есть я не пытался ее найти но и не пытался скрыть ее так сказать единственное что здесь можно отнести к минусам но скорее они влияют на ощущение они на конкретно работу здесь очень легкое кольцо фокусировки то есть да но здесь само собой электромеханическая то есть не напрямую момент передает вращает линзы но она здесь прям очень легкая то есть вы даже когда держите объектив чуть-чуть буквально слегка нажимаете все она уже крутится я как ранее говорил во всех своих камерах отключаю это кольцо то есть чтобы лишний раз не сбить фокус по крайней мере фотосъемки если нужен мануальный фокус то я просто переключаюсь на ручную фокусировку а так оставляю кольцо я так и не пойму по моему все-таки пластиковая я думал сначала из резины но такой какой-то или очень мягкий сорт пластика или очень какая-то жесткая резина с примесями но впрочем это и неважно переключение у нас только одно это соответственно fmf других никаких кнопок нет диаметра подсвета фильтры 58 миллиметров довольно неплохое разрешение что же касается объектива то по размеру он например больше чем вилл трассовский полтинник и наверное такой же как родное решение опять-таки родных с line кроме 24 у меня не было но как мы видим по профилю по размеру он довольно большой задней части у нас есть красное кольцо в каком-то смысле отсылающая канону но она резиновая то есть она не декоративный характер несет а практически и защищает хотя бы от попадания пыли и грязи на байонет нашей камеры объектив довольно легкий задняя линза утоплена соответственно при фокусировке у нас не ездит ни передняя ни задняя линза вся конструкция внутри стандартно уже для мейки и в принципе для большинства производителей юсб тайп си для обновления прошивки на данный момент с версией базовой версии как я сказал по крайне мере на моих так сказать старых старичках z5, z6, z50 работает отлично и никаких проблем нет что касается байонета то поскольку все производители камер поскольку все производители объективов так сказать делают один объектив на все байонеты то я думаю что так сказать светопропускание новые технологии за счет большого байонета в беззеркалках nikon здесь у нас отсекаются почему потому что прочность цепи характеризуется самым слабым звеном и самое слабое звено здесь sony в том плане что у них маленький байонет и соответственно изначально это стекло проектировалась так сказать под sony и потом уже просто компенсации рабочего отрезка и так далее у нас уже было сделано под nikon соответственно здесь не учитывается диаметр байонета поэтому по светопропусканию под каким-то переотражением и так далее если эти фишки имеют место быть и они реальны и по заявлениям nikon то они здесь все отсекаются и по сути у нас ну грубо говоря если утрировать то это не беззеркальный объектив а в каком-то смысле зеркальный через переходник то есть по вот этим спец фишкам кстати напишите что думаете по этому поводу о том что я сейчас сказал согласны ли вы со мной или может быть я не прав и у вас есть свое мнение в общем объектив легкий и у довольно приятный баланс имеет на полнокадровой камере у нас руку не тяжелит то есть держать его удобно за счет его длины тоже опять таки удобно держать снимать фокус по глазам держит хорошо она как мне кажется все таки чуть-чуть он отстает то есть в целом у меня проблем с ним не было но по крайней мере с камерой z5 даже в стандартных условиях квиза где как по мне отличное освещение у меня частенько загорался low light но он загорался и на родных решениях вроде 40 f2 и вот тут я бы сказал что например с камерой z5 в таких не очень условиях он работает так сказать не очень то есть он не раскрывается полностью на z6 и z50 отлично работает low light не загорается фокусируется быстро четко глаза ищет видит цепляет и фотографирует то есть брака по фокусу у меня не было что касается резкости то не знаю почему но на z5 я бы сказал что он опять-таки проявил себя хуже всех то есть вроде бы 24 мегапикселя как и на z6 но как будто бы он но не то что мягковат но недостаточно резкий то есть снимки рабочие абсолютно к этому предъяв нет но нас на той же z50 и той же z6 они прям отлично то есть я даже удивился что даже на z50 он прям такое ощущение как будто из изначально проектировался подкроп то есть у нас отличная резкость нет никаких там косяков как например в старых зеркальных камерах когда мы одеваем полнокадровое стекло на кроп и она скажем так мягкая становилась здесь же у нас как будто бы в кроп режиме он наоборот резче становится то есть запас по мегапикселям у него точно есть но прям высокой разрешающей способностью как например прошлая серия вилтроx он не обладает и в целом если брать так сказать рейтинг полтинников например брать родной 1814 через переходник вилтроx и вот этот то за вот этот прайс без учета стоимости ftz то есть допустим это будет до 25 тысяч рублей верхняя планка у нас получается вилтроx то это наверное самый оптимальный на данный момент полтинник за эти деньги то есть хорошая работа автофокуса хорошо держит хорошая резкость компактные размеры неплохая бленда не такая убогая как у янгноу по качеству она но не сказать что прям топовая не бленда 2470 но и не кусок пластика дешманский как например было 85 то есть у нас здесь плотная твердая бленда матовая внутри с рифленой поверхностью то есть свою функцию которую она должна нести она несет она не дает переотражение и защищает от боковых с блендой он уже выглядит вот так вот довольно таки массивный получается сетапчик но опять-таки объектив хоть и обладает небольшим эффектом бычка прекрасно сбалансирован и легкий то есть камеру он руку не тяжелит вот кстати еще один момент я его уже перед обзором увидел так как я макро не пытался снимать его тоже можно отнести скорее к минусам это то что мдф у нас 63 сантиметра при фокусном в полтинник то есть мдф у нас больше чем цифровое значение фокусного это значит что макро не то что нет а так сказать отрицательная макро у нас ну вот примерно с такого расстояния у меня зеленый квадратик ближе уже не хочет фокусироваться то есть какие-то крупноплановые цветочки тому подобное уже не поснимаешь что же касается фокусного то я прям не фанат полтинников именно на полном кадре то есть многие считают его универсальным объективом типа для всех случаев жизни один объектив берете и все можно снять но мне как-то либо больше нравится пошире либо поуже например 85 на кропе он же мне больше понравился то есть 75 миллиметров такое неплохое фокусное не так далеко отходить надо и не так близко чтобы сфотографировать например тот же портрет по пояс давайте посмотрим на оптические свойства его на открытой само собой у нас тут есть небольшое легкое падение контраста и некие ореолы но прям так сказать артефачным я этот объектив назвать не могу то есть целом он очень неплохо как по мне держится иск в контровом свете и с какими-то боковыми засветками так я забыл бленду снять но ситуация не особо изменилась может быть только вот да вот под таким углом еще что-то можно такое поймать но опять-таки по мне я считаю что абсолютно стерильная картинка это не плюс возможно да для каких-то фото задач фото видео задач вам нужно исключительно так сказать каталожное качество чтоб не было никаких засветов бликов и тому подобное но мне все-таки нравится когда объектива есть свои так сказать косячки свой характер и здесь это наверное на сбалансированном уровне хроматика у нас практически отсутствует да есть какие-то небольшие блики но как показала тестирование на всех объективах они есть что на прошлых сериях что на с-line под определенными углами можно что-то словить просто на одних объективах это выражено сильнее на других это максимально насколько можно задушена ну понятное дело получилось так что я прям расхвалил этот объектив но я серьезно не ожидал от объектива за менее чем за 20000 и это в двадцать четвертом году то есть мы получаем абсолютно полностью рабочий карт полтинник у него есть какие-то так сказать компромиссные варианты это mdf и такое немножечко расхлябанное или к легкоходное кольцо но как по мне это не критичные минусы если вам нужен полтинник то я бы его рассматривал к покупке за вилтрокс переплачивать смысла нет либо как говорится берите его либо уже родной с line то есть я бы вот так вот рассмотрел но между ними из с line получается разница практически в три раза то есть мы точно не получим трехкратный прирост за эту сумму хотя я забыл еще один вариант есть это 40 f2 то есть если вам не так критичный 10 миллиметров фокусного более так сказать плюс на той перспективы то 40 f2 я бы тоже сюда добавил бы к этому сравнению так как он более компактный плюс родной ну конечно светосила меньше и фокусная меньше но вот такие вот моменты и я все-таки имея 40 f2 ставлю себе 40 f2 так как это и родное решение и опять-таки компактная мне очень нравится с ним работать на стабилизаторе а полтинник для съемки видео со стедикамом уже не такое удобное фокусная я чаще всего на нем использую либо 28 вилтрокс 18 либо 40 f2 поэтому полтинник так сказать у меня не приживется тем более что есть у меня 85 миллиметров и на кропе у меня есть 56 14 поэтому лично в моей коллекции ему место не найдется ну на этом все друзья примеры будет как всегда по ссылочке в описании вам как всегда спасибо за просмотр здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока пока